Итак, мы беседуем с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. И это у нас такое итоговое интервью. Тарас, давайте поговорим с вами о тех новостях, которые поступали к нам. Прежде всего, это то, что происходит на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Сообщается о том, что вывозят оттуда зерно. Российские средства массовой информации показали поезд российских железных дорог, который вывез из Мелитополя 11 вагонов зерна в направлении Крыма. Судя по сообщениям из зоны российской оккупации и сообщениям украинских властей, это далеко не первый случай вывоза продовольствия с этих территорий. И Крым, и Краснодарский край сообщают о том, что на рынках много дешевой продукции из захваченных областей Украины. Итак, что это? Это просто какое-то стихийное явление мародерства или мы видим здесь какой-то структурный подход по вывозу продовольствия из Украины? Да нет, это обычное поведение Российской империи последние 400, 500, может и 600 лет, которое заключается в следующем. Захватить территорию, вывести оттуда людей, но если говорить об Украине, депортировать, например, в Россию, там, где никто не хочет жить, для того, чтобы поднимали, как они говорят, экономику. Те, кто не согласны уничтожить, забрать продовольствие, которое имеет под собой две цели. Первое, это, конечно же, перепродажи заработок, да. Второе, для того, чтобы обречь людей на голод, потому что голодные люди являются зависимыми людьми. Территории, освобожденные от людей, которых там жили, заселяют обычно выходцами из России. В принципе, вот такое вот системное захват территории, выкачка ресурсов, ну и те, кто не согласен уморить голодом. То есть, Голодомор, повторение истории с Голодомором фактически один в один. Когда, напомню, что когда 1937, 1938, точнее 1932-1933 год, то же самое происходило, да. Когда не дали возможность людям, забирали весь урожай, обрекали на голодную смерть, завозили потом людей из других регионов, в основном, с России. А потом они уже всем говорили, что они являются якобы неотъемлемой частью русского народа, да. Если говорить о Крыме, то же самое же Крыму происходило. Сначала, после 1945 года, вывезли крымских татар, завезли потом людей, которые потом рассказывали, что они являются исконными жителями этой территории. Ничего нового не происходит, мы просто видим теперь это в режиме онлайн. Насколько масштабны эти события? Действительно ли угрожает голод тем территориям, которые сейчас находятся под контролем России? Кто будет? Не, там же такая ситуация. Если ты, они гонят следующим образом, не хочешь голодать, едь в Россию. Вот там тебе какой-то минимальный паёк выдадут, как в концлагере, да. Вот в концлагере ты не будешь голодать, но при этом ты будешь исполнять, что тебе говорит Российская империя. Вот, собственно, вся история там, да. Либо ты просто умираешь с голоду, то есть голодомор в чистом виде, либо за счёт высоких цен, которые будут завозиться с территории России, из тебя будут вымывать деньги, которые у тебя остались. То есть, кто не знает, вот в 1932-1933 годах по сёлам Украины ездила такая организация, которая называлась Торксин, которая скупала золото. То есть, как они это политкорректно называли, заготовляла. То есть, в обмен на золото, которое люди тащили, чтобы купить буханку хлеба, чтобы дать своим детям, просто выкачивали ресурсы. То есть, ничего нового мы не видим. Абсолютно варварская захват территории, выкачка ресурсов, эксплуатация людей, превращение их в рабов и замена населения. Вот, собственно, вся история. К сожалению, это так, как было, так и происходит. То есть, до прихода украинской армии, которая будет освобождать эти территории, как бы ни надеялись, оккупанты будут освобождать. Я там слышал, они там семьи привозят в Херсон, там начинают рассказывать, что это навсегда. Нет, не навсегда. Будете драпать, в том числе и по Крымскому мосту, назад свои депрессивные регионы, потому что вам, видите ли, захотелось украинского хлеба. По поводу цены этого украинского хлеба хотелось бы еще спросить. Многие из тех, кто нас сейчас смотрят в Крыму, да, они видят на рынках эти дешевые продукты из Украины. Дешевую клубнику, огурцы и так далее. Какой будет реальная цена этих продуктов для тех, кто сейчас покупает? Дешевые жители, те, кто это понимает, это украденные у людей продукты, поскольку они не вложили туда никакого труда, они не тратили на это деньги. Понятно, что они дешевые. Краденое всегда дешево, как, знаете, как вот проходит скупка краденого, она обычно дешево происходит. Сейчас выкачка ресурсов для того, чтобы показать, что якобы какие-то там дешевые. Это не дешевые, это краденые. Когда люди, которые покупают эти вещи, они должны понимать, что это краденое, это забрата украинцев, таких же людей, как и вы. Забраты для того, чтобы якобы показать какие-то преимущества, как они говорят, от присоединения этих территорий. Это не присоединение территорий, это грабеж среди белого дня. И обрекая тех людей, у которых забрали эти продукты, на голодную смерть. Вот и все. Наверное, самое время поговорить о целях, с которыми Россия ведет эту войну против Украины. 24 февраля мы все услышали о целях Владимира Путина деноцифицировать и демилитаризировать всю Украину. С тех пор риторика неоднократно менялась. Говорилось о том, что никто не хочет захватывать украинское государство. Никто не будет присоединять, иннексировать и так далее. Но мы видим, что фактически в Херсоне создается подконтрольная Россия, администрация на других оккупированных территориях. Она тоже создается. Давайте вот об этом поговорим. Как трансформируются цели, объявленные Россией в этой войне против Украины. Какими эти цели могут быть в реальности, если это отличается от того, что Россия говорит публично или руководством? Ну, цели такие же, как то, что мы видим в Херсоне, да? Вот и в Запорожской области, и в Донинской области, да? Депортация людей, завоз своих, грабеж территорий. А тех, например, тех, кто по какой-то глупости успели взять российские паспорта, то, что происходит вот в так называемых ЛНР, ДНР, еще забирают в армию и кидают на украинскую армию в качестве пушечного мяса. Без подготовки, без ничего, потому что эти люди для России просто мусор, который вот чем их меньше будет, тем меньше будут кормить там, да? Потому что своих солдат они где-то берегут, а вот этих не жалко. То есть абсолютно варварское, скотское отношение к Украине. А все остальное, все, что касается так называемой геноцификации и другой ерунды, это обоснование де-факто геноцида, уничтожение украинского народа как субъекта, потому что империя не терпит свободных людей вокруг себя. Им нужна покорная масса, которая не задает вопросы, как это происходит в России. Они не хотят, чтобы украинцы стали премьером для многих россиян. Они хотят, чтобы было покорное население, которое следовало ихним указам. Тем, кто однозначно несет какую-то идентичность, в первую очередь, украинскую, независимо от языка, которым они разговаривают, независимо от церкви, которой они ходят. Вот они уничтожили Святогорскую церковь, да, в Донецкой области. Ну, это же московский патриархат, московский патриархат, да им все равно, кто в какую церковь ходит. Им главное, чтобы были люди, которые покорно бегали, покорно слушались. Все, больше ничего не интересует. И все эти деноцификации, да, и другие вещи, это просто информационная шумиха, которая прикрывает настоящие намерения. Уничтожение любой альтернативы, уничтожение украинцев как нации. Это в чистом виде геноцид. В первую очередь, кто уничтожается, да? Уничтожаются учителя, которые не хотят, которые обучают детей, потому что они на украинском языке обучают, потому что они другие программы, которые уничтожают, те, кто представители культуры. То есть это мы все видели уже в 30-х годах, когда Сталин уничтожал всю украинскую интеллигенцию. Дальше, конечно же, те, кто воевали в АТО, это, конечно же, люди, которые могут нести сброи, оружие, то есть которые готовы бороться против оккупантов. Вот и вся история. То есть все остальное это не имеет никакого отношения к реальной жизни, потому что истинные цели только такие. Вот Владимир Путин в своей публичной риторике уже дошел до того, что объявляет себя ни много ни мало собирателем земель и примеряет на себя Камзол Петра Первого. Мы видели его высказывания на встрече со студентами. И поэтому такой вопрос. Что это? Это Камзол Петра Первого? Это Китель Иосифа Сталина? Или можно какие-то другие аналогии провести, учитывая то, о чем вы говорили. О том, что в действиях российской армии на территории Украины есть очень много признаков, которые говорят о том, что идет геноцид именно украинского народа. Слушайте, он может себя называть кем угодно. Петром Первым, не знаю, кем там еще угодно. Суть это не меняет. Весь мир, вот Тимоти Снайден, историк американский, уже четко дал характеристику путинского режима, который сложился. Это в чистом виде нацизм. Фашизм, помноженный на нацизм. Со всеми признаками уничтожения инакомыслящей, уничтожения по религиозному, национальному признаку. Поэтому все остальное, что он там себе придумывает для того, чтобы обосновать какие-то вещи, это не имеет никакого отношения к криминальности. Это нацизм. В худшем реинкарнации Гитлера, в худшем варианте. Потому что даже Гитлер не додумывался делать то, что делает русская армия. Знаете, вот есть там воспоминания людей, которым там по 90, по 80 лет, которые вот в Киевской области пережили оккупацию российской армии. Так вот, они четко говорят, даже немцы так себя не вели. Даже немцы себя так не вели. У немцев там хотя бы было разделение. Вот вермахт, там, да, именно армия, да, и отдельная СС, которая карательным занималась. Так вот, российская армия, это и есть общая СС, которая не имеет ни морали, никакого, она просто заточена на уничтожении мирного населения. Потому что против украинской армии боятся воевать. Поэтому уничтожение, насилие детей, женщин, расстрелы и так далее. Поэтому он там, опять же, может ничего говорить. Мир уже дал оценку. И, кстати, Джо Байден, когда подписывал, в том числе, так называемый ленд-лиз, который уже, как бы, уже принят, это что же оценка российскому режиму? Они же могли не называть это ленд-лизом. Они могли и так помогать, там, да, по каким-то бюджетным программам. Но они специально это сделали, потому что, еще раз подчеркнули, что тогда боролись против гитлеровского режима. И теперь тоже есть борьба против именно нацистского режима, который сложился в Российской Федерации. Поэтому то, что они там говорят, это все равно. И закончит этот нацистский режим именно так же, как и Гитлер закончил. Давайте подробнее поговорим о борьбе с режимом, о том, что происходит на временно оккупированных территориях Украины. Новостей, собственно, о борьбе поступает не так много, но они есть. А еще есть информация о том, как борются с активистами, которые заявляют о своем несогласии, как в Крыму ищут неугодных. И одна из новостей уходящей недели это задержание в Крыму крымского татарина Азиза Файзулаева за поджог администрации села Пушкина из-за несогласия с войной против Украины. Окупационная полиция задержала Файзулаева 7 июня, записала видео с его чистосердечным признанием. По всей вероятности, это видео было записано недобровольно и высока вероятность применения к этому человеку пыток. Если коротко, он там раскаивается и просит прощения. Говорит, что 5 июня из-за согласия с проводимой так называемой специальной военной операцией бросил в здание администрации два коктейля Молотова, предварительно разбив окно. Родственники в сердечности этих признаний не верят. Двоюродная сестра Эльмаз пишет в социальной сети, что не могут они с ним связаться, ни с его родителями. И, скорее всего, он это все говорил под давлением. Но мы за этой историей будем внимательно следить. Да, ранее сообщали в новостях о том, что в Симферополе была попытка поджога военкомата. Вот насколько с материковой части Украины заметно то сопротивление, которое есть на временно оккупированных территориях, и насколько эти процессы важны? Ну, крымские татары же самого после оккупации Крыма тоже подвергали в чистом виде геноциду. То есть, опять же, преследование по национальному, по религиозному признаку. Понятно, потому что крымские татары не будут мириться с оккупацией крымского полуострова. Это очень опасно для империи, потому что крымские татары помнят и высылку из Крыма в 45-м году, и понятно, что против них направлена главная месть всей репрессивной машины Российской Федерации. И понятно, что сопротивление есть и в Крыму, и Запорожской области. Некоторые мэры вдруг резко начинают взрываться в своих кабинетах, да. Постоянно листовки появляются о том, что, ребята, тут вам не прогулка. Вас будут уничтожать. Люди хотят возврата украинской армии. Вот. И то же самое касается Крыму. Конечно же, заметно какие-то вещи попадают. Понятно, нет никакой веры так называемым чистосердечным признанием. Мы знаем, каким пыткам может подвергнуть эта безумная орда любого человека. И мы понимаем, о чем они говорят. Но плохие новости для русских оккупантов, что военкоматы горят же не только в Крыму и на временно оккупированных территориях. Они горят и по всей России. Уже как минимум зафиксировано официально минимум 20 случаев. И это очень плохие новости для оккупантов, да. Потому что и для путинского режима. Что нету такой популярности войны в России, да. Особенно среди молодежи. Да, среди депрессивных регионов вы еще можете понабирать, как они говорят, национальные меньшинства. Там тувинцы, там с Кавказом много людей. Но в основной массе, особенно урбанизированная молодежь, воевать не хочет и не будет воевать. И сопротивление будет расти везде. И поэтому в данном случае, конечно же, и украинские, скорее всего, украинские партизаны будут уничтожать всех коллаборантов, которые, особенно с Украины, те, кто были украинцами, которые пошли на служение русским оккупационным властям. Это будет продолжаться. И в Запорожье оно уже продолжается. И в Херсоне, и, конечно же, в Крыму. Потому что, конечно же, крымские татарам хуже всего, потому что нет возможности там помочь оружием, например, да. Изолированная, как бы, территория. Нету рядом украинской армии, как там от Херсона, в 15 километрах и так далее. Но, конечно же, это заметно, и это должно цениться, и должно пониматься. И после деоккупации, в том числе, Крыма, чтобы не было никаких иллюзий у оккупантов, да. Эти все, чтобы оккупанты тоже понимали. Их будут находить. После нашей победы вопрос поиска артиллеристов, которые обстреливали мирные города, летчиков, которые уничтожали, насильников, которые... Они уже идентифицированы. Этому помогает, в том числе, коррумпированная российская система, где личные данные есть, где вы живете, где вы есть. Вы же думали, вы будете безнаказанными. Нет, вы не будете безнаказанными. Вы тронули, вы подло напали на страну, и это будет находиться. То есть, как Израиль искал террористов, которые убивали евреев, всех нашли, почти всех нацистских преступников, найдут. Так что даже не найдете, что то, что вы творите в Крыму, то, что вы творите вокруг крымских татар, и судьи, которые выносили приговоры, и кто арестовывал. Все данные известны. Вас найдут в любом случае, и вы будете отвечать, если не по закону, то по законам военного времени. Потому что мы вас не трогали, но вы нас зацепили. Поэтому месть будет в любом случае настигать каждого оккупанта. На завершение интервью хотелось бы вернуться к той теме, с которой мы начинали. Это то, что происходит с продовольствием, на временно оккупированных территориях и угрозы продовольственной безопасности Украины. Давайте поговорим о продовольственной безопасности мира. Насколько Украина тесно интегрирована в эти цепочки поставок, в производственные цепочки, и как для мира скажется вот эта война России против Украины, потому что вот даже уже на Википедии есть там страница, которая называется «Продовольственный кризис 2022 года». Настолько ли все серьезно? Ну, по разным оценкам могут голодать 300-400 миллионов людей. В первую очередь, это касается Северной Африки, куда мы экспортировали и зерно, и кукурузу в основном в Китае, кстати, экспортировали. То есть, конечно же, проблема продовольствия в том, что его невозможно воспроизвести очень быстро. То есть, это не завод, например, который производит айфоны. То есть, люди хотят есть три раза в день, да, и как бы там наличие промышленных товаров никак не влияет. Вот. Нет никакого кризиса, да. Есть шантаж Российской Федерации всего мира. Раньше они шантажировали энергоносителями, теперь этот вопрос закрывают, да. Теперь они шантажируют весь мир голодом, да. Специально блокированы были украинские порты, которые нет возможности вывезти зерно. Вот. И поэтому в данном случае тоже признак чистой, как на территории оккупированной, временно оккупированной территории, тоже уже давайте устроим голод где-нибудь, да. Теперь давайте устроим в Африке голодом, да. И под этим соусом начинать продвигать какие-то свои интересы. Рассказывать сказки о том, что, оказывается, это украинцы заминировали свои порты, а нет русских кораблей. И так далее. Нет. Никто уже на этот шантаж вестись не будет. Скорее всего, будет силовая операция по деблокировке украинских портов. Не исключено, что форма в следующем формате Украины будет вооружена в первую очередь, вот уже есть гарпуной дальностью, до 300 километров, чтобы уничтожать любые оккупационные корабли, которые приблизятся к берегу. Второе, скорее всего, будет поставлено ПВО, чтобы прикрывать небо в Одесской области в первую очередь. И, скорее всего, будет военная миссия под эгидой ООН, скорее всего, да, где будут присутствовать британский флот, американский флот, турецкий флот. Не исключено, что присоединится флот Египта, которому тоже нужны тещи. И страны Европы, скорее всего, потому что это будет тоже большая проблема для стран Европы в первую очередь. Потому что голодные люди ринутся в ЕС в поисках еды. И никто эти вещи не остановит. Потому что голод – это страшное чувство. Его невозможно ничем перекрыть. Люди голодные, готовы идти на все для того, чтобы найти еду. Это психология человека. И, соответственно, шантаж, скорее всего, не пройдет. Все эти рассказы о том, что это кризис – это не кризис, это просто шантаж России и всего мира для того, чтобы снять с себя санкции, легализировать свою агрессию в Украине и так далее. Это конкретно действия одной страны. Спасибо, спасибо. Я напомню, что беседовали мы с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы.